Всем привет! Компактный, мощный, защищённый ультрабук Lenovo X250. Клавиатура Zinkpad устойчива к брызгам. Система TrackPoint, резиновый навигационный джойстик курсора позволяет быстрее работать. В некоторых 250-х есть посветка клавиатуры, здесь её нет. Естественно, это влияет на длительность работы автономной, яркость можно регулировать. Есть дополнительная вторая батарея, с ней устройство работает 20 часов, может работать без неё автономно. Есть вторая внутренняя батарея, которая чуть меньше объёмом, ёмкостью. Изначально Zinkpad разработка IBM США. Широко использовалась армия Америки и даже помогла в ремонте космического телескопа, моделька 750C. Ультрабуки очень надёжные, качественные, крепкие. Проходят кучу тестов по стандартам Минобороны США. Высокое и низкое давление, влажность, вибрация, высокая температура, температурный шок, радиация, низкая температура, солнечное излучение, грибок, соль, туман и пыль. Дальше компания Lenovo выкупила Zinkpad и постепенно адаптировав её к рынку, что-то убирала. Может быть что-то избыточное было, акцентированное на прочность. Но то, что не повлияло особо на стоимость, здесь осталось. Видел я тесты, где роняют двух метров. Ультрабуки ничего с ними не случаются, заливают водой. В некоторых случаях запредельных бывает замыкание. Но если танцевать на клавиатуре, на экране, особенно, естественно, как-то они ломаются, я видел. Процессор, друзья, здесь iCore 7, пятого поколения. Есть функция Turbo Boost, саморазгона, тактовой частоты. Оперативка 8 ГБ, DDR3, жёсткий диск SSD 256. Бывают разные модификации с разными жёсткими. Батарея, как я сказал, уже 20 часов. Экран здесь 19.5 диагональ, IPS. Есть варианты Full HD 1920x1080. Динамик довольно громкий, я не буду включать, потому что камера ничего толком не передаст. В базе установлено Windows 10 Pro. Компактный, относительно не тяжёлый, 1,3 кг. И с этими параметрами, я думаю, можно его использовать без проблем, как такой средненький системный блок даже дома, подключив через адаптер к HDMI, либо к какому-то другому выходу. То, что я увидел в наших магазинах, ноутбуки довольно хлипкие, стоят дорого и менее производительные, чем это. Хорошая с Европы сюда не едет, завозят гамно, которое стоит немало. Лучше взять вторичку, что-то такое, 240 модель, 230 тоже годится. Посмотрите, поищите, друзья, для моих подписчиков канала, я конкретно вам советую, обратите внимание на этот интересный, прочный и довольно производительный ультрабук Zingpad X250, 240, 260 уже постепенно добавляются некоторые порты. Экономьте своё время. Вот эта вещь дала мне больше времени, так как прошлый ноутбук очень долго думал и часть жизни просто суммарно вырвал моей. Этому я очень рад и с этой покупкой я понял уже точно, что не нужно экономить, лучше всё дерьмо продать и купить что-то одно хорошее, качественное. На этом буду закругляться, по возможности поддержите канал лайком, подпиской, комментарием. Всем хорошей зимы, пока!